Здравствуйте, уважаемые зрители! Это итоговый выпуск новостей из мира смешанных единоборств и не только. Сегодня в выпуске. Результаты прошедших турниров M1 Challenge 72, UFC Fight Night, Belator 165, Ковалев Уорд, итоги визита Бигфута на Урал, а также новости. Емельяненко против Дмитриона, наказание для Мачиды и Нельсона, потенциальный супер-бой в Глории, на чем поймали соперника Поветкина и анонсы ивентов, которые пройдут на этой неделе. Поехали! 15 ноября в Ростове-на-Дону на турнире Fight Night 54 в рамках гран-при тяжеловесов в клетке встретились Сергей Павлович и Алексей Кудин. По итогам трех раундов сильнее оказался Павлович. Громким апсетом можно назвать первое поражение Расула Мирзаева в поединке против Ливана Макашвили. 18 ноября в Екатеринбурге Антонио Сильва встретился с Иваном Штырковым. Ожидаемый многими болельщиками быстрой расправы над бразильцем мы не увидели. Противовес прогнозам. Бигфут выстоял все отведенное время и проиграл решением судей. После чего в сети пошла волна возмущений касательно действий рефери и якобы неоднозначности судейских записок. Кроме выступления по ММА мы увидели боксерский поединок Михаиленко Прескотт, где россиянец завоевал временный титул чемпиона WBC Сильвер в полусреднем весе. Весьма интересным выдалось упорное, драматичное, выдержанное по всем законам жанра противостояние юного и амбициозного Михаила Алексеева против опытного Миржана Жексылыкова за пояс чемпиона WBC Азия Сильвер. В тот же день в Москве прошел M1 Challenge 72, где в реванше Алексей Кунченко убедительно защитил свой пояс чемпиона против Мурада Абдулаева. Можно сказать ветеран M1 белорус Артем Домковский в зрелищной схватке досрочно победил Алексея Махно. Артем Фролов финишировал экс-бойца UFC Луиджи Аферовань. 19 и 20 ноября были более чем насыщены событиями в мире единоборств. На турнире Invicta 20 россиянка Яна Куницкая в своем заокеанском дебюте завевала чемпионский пояс, засабмитив меньше чем за 2 минуты Тони Эвингер. Тем самым Яна прервала серию американки из 9 побед. Турнир UFC в Северной Ирландии оказался для россиян не совсем успешным. Из 6 наших бойцов тяжелую победу удалось одержать только двоим. Дебютанту, экс-чемпиону Беллатар и М1 Александру Волкову и близкому другу популярного ирландца Артему Лобову. Александр Яковлев, Али Багаудинов, Магомед Мустафаев, Милан Дудиева потерпели поражение. Победоносным же оказался дебют чемпиона ACB в полутяжелом весе Гаджамурата Антигулова против бразильца Маркоса Роджерия Делимы на UFC Fight Night 100 Бразилии. Россиянин финишировал своего соперника в начале всего 2 минуты первого раунда. Мейн-ивент, представленный реваншем Бейдер и Нагейры, прошел односторонний. Сильнее был американский боец. В титульном бою за пояс в легком весе на Беллатар 165 Майкл Чендлер нанес второе поражение в промоушене Бенсону Хендерсону. Противостояние Пейдж Гонзалес выдало болельщикам не совсем то, чего они ожидали. При минимальной активности в отсутствии зрелищных моментов Веном заработал очередную победу. Прошедший боксерский поединок в Лас-Вегасе взорвал боксерское сообщество более чем спорным исходом. Забравший однозначно больше половины раундов и отправивший в нокдаун американца, Сергей Коварев потерял все свои титулы, проиграв в глазах судей решение по итогу 12 раунда. Ждем реванша, который подразумевается условиями контракта. Надеемся, к тому времени Андре Уорд не успеет растерять все пояса. Емельяненко против Митриона. Ранее ходившие по сети слухи были подтверждены в эфире Беллатр 165. Промоушен официально объявил о поединке в тяжелом весе между Федором Емельяненко и Мэттом Митрионом, который пройдет 18 февраля на Беллатр 172 в Сан-Хосе, Калифорнии. При этом стало известно, что Федор подписал с Беллатр контракт на несколько боев. Наказание для Мачиды и Нельсона. Лиота Мачидо отстранен на 18 месяцев за употребление запрещенных веществ. В своем признании Мачидо сказал, что употреблял спортивную добавку, с которой и попало в его организм вещество. Бразилец заявил, что он не знал, что данное вещество входит в реестр Юсада. Польза от его действий является предметом споров. Эффект от вещества направлен больше на помощь в сгонке веса и улучшении метаболизма. За нарушение иного плана, пинок рефери в октагоне, Бразильский мировой суд отстранил Роя Нельсона на 9 месяцев и назначил штраф 24 тысячи долларов. Однако у Нельсона есть возможность сократить дисквалификацию. Бразильский суд уменьшит срок отстранения до 6 месяцев и штраф до 13 тысячами 100 долларов, если UFC позволит Рою официально принести извинения Маккартне в восьмиугольнике или во время пресс-конференции. В ответ на это Рой пожелал удачи своему товарищу Бигфуту и ретвитнул неоднозначную картинку. Потенциальный супербой в Глори. Чемпион Глори в полутяжелом весе 25-летний россиянин Артем Вахитов, не так давно в Ницце, нокаутирующий 32-летнего гонголесца Зака Мувикасу, рассказал, что в ближайшем будущем может провести бой против чемпиона организации в тяжелом весе Рика Верховена. Артем пояснил, что руководство организации предложило ему подобный супербой, но пока на уровне разговоров. На чем поймали соперника Поветкина? Экс-чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Бермейн Стиверн, который планирует сразиться с Александром Поветкиным 17 декабря в Екатеринбурге, за титул временного чемпиона по версии WBC недавно был пойман на допинге. В организме Стивена были обнаружены следы метилгексономина. Согласно постановлению WBC, бой Стиверна с Поветкиным все же состоится. Однако канадец будет обязан выплатить 75 тысяч долларов, а также проведет до 40 часов общественных работ, нацеленных на пропаганду борьбы с допингом. Экс-чемпион пояснил, что запрещенное вещество попало вместе с энергетическим напитком, принимаемым перед второй тренировкой. Перейдем к анонсу ивентов. 23 ноября в Москве состоится турнир Fight Nights 55, где в главном бою вечера встретятся Игорь Егоров и опасный английский нокаутер Джек Макген. 25 ноября в Дворце спорта Лужники пройдет Битва чемпионов 9, которую планирует посетить сам Владимир Владимирович Путин. Турнир будет проходить в формате межстилевых поединков «Школа против школ» между лучшими представителями российских школ боевых искусств. Всего будет представлено 12 видов боевых искусств и спортивных единоборств, где в одной из хваток мы увидим противостояние Михаила Мохнаткина и Энвера Салахдинова. 25 и 26 ноября в Санкт-Петербурге пройдут итоговые поединки чемпионата мира по боксу среди молодежи, где будут определены победители соревнований. 26 ноября у Эльси чемпион WBO в среднем весе Билл Джо Сондерс встретится с Артуром Акавовым. 26-27 ноября в Китае состоится чемпионат мира по ММА, где, по словам президента Союза ММА Федора Владимировича Емельяненко, у нашей сборной есть отличные шансы на победу. 26 ноября в Ростове-на-Дону пройдет турнир ACB 49, где в поединке между Эдуардом Вартаняном и Александром Шаблием будет определен главный претендент на пояс чемпиона в легком весе. Кроме того, мы увидим возвращение в клетку Михаила Колобегова. 26 ноября в США в ринг выйдут Василий Ломаченко и Николас Уолтерс. Они проведут бой за пояс чемпиона во втором полулегком весе по версии WBO. 27 ноября состоится турнир UFC Fight Night 101 в Австралии, где вместо снятой пары Rockhold Souls из-за травмы американца, карт возглавят Роберт Уайт-Такер и Дерек Брансов. Россию будет представлять Амари Ахмедов, который в прошлом выступлении получил бонус за лучший бой вечера. На этом наш выпуск подошел к концу. Еще больше новостей вас ждет на MMAOctagon.ru. Спасибо за внимание и друзья, не только следите, но и занимайтесь спортом.